Первое поражение и первые сюрпризы. Вот они главные составляющие второго дня турнира памяти тренера Юрия Немова. Соревнования, которые в эти дни проходят в Нижнекамске. Турнир по хоккею шайбы среди команд юношеской хоккейной лиги. Ну вот на данную минуту одна игра у нас завершилась. Открывали сегодняшний игровой день команды из Нижнекамской набережных Челнов. Так называемое соседское дерби. Игра, конечно же, получилась очень и очень упорной. И вообще встреча между Челнами и Нижнекамском. То есть, будь это хоккей или футбол, да без разницы, это всегда триллер, это всегда интересно. И вот сегодняшняя игра, она не стала исключением. И, как я уже сказал, получилась очень и очень упорной. Вновь, да, были такие догонялки. Лидировали то одни, то другие. Нижнекамцы постоянно, и это хочется отметить, были в роли догоняющих. В какой-то момент счет в этом матче был 2-2, но вот в итоге победу, да, смогли одержать набережные челненские хоккеисты. Третий период в этом матче стал решающим, когда дважды гости смогли огорчить нижнекамцев. И в итоге добились для многих неожиданной победы со счетом 4-2. И тоже хотелось бы отметить, что в прошлом сезоне результаты были абсолютно наоборот, да. В основном победы одерживали нижнекамцы, и при этом эти победы были одержаны достаточно уверенно. Но вот новый сезон, да, и вот такой вот сразу сюрприз. Неприятный для всех нижнекамских поклонников хоккея сюрприз, который в промежуточной турнирной таблице отодвинул нижнекамцев на третью строчку. Ну и вот буквально через несколько минут начнется матч между «Нефтяником» и «Торпедо». «Торпедо» многими котируется, да, как фаворит этого турнира. Но вот посмотрим, удастся ли команде из Альметьевска, да, противостоять вот этому самому фавориту. Вообще, я вчера тоже отмечал, да, что слабых команд здесь нет. И, конечно, любая команда может преподнести сюрприз, может обыграть, да, своего соперника. Поэтому какие-то надежды, да, конечно, сейчас связаны с альметьевской командой. Потому что в случае победы «Торпедо» уже забронирует себе место в финале. Непонятно, с какого места они выйдут, с первого или со второго. Но то, что они будут играть за золотые медали, это уже абсолютно точно. Но вот завтрашний игровой день, он и станет, в принципе, таким определяющим. Кто же, да, сразится за кубок, за медали турнира памяти Юрия Немова. Очень, конечно, хочется, чтобы это были хоккеисты и нефтехимика. Но завтра им еще предстоит игра с «Торпедо», опять же, с фаворитом, да, и завтра нищникамцам нужна только победа. В этом случае наши парни смогут также, да, претендовать на самые высокие места. В общем, турнир продолжается. Как я сказал, турнир красочный, турнир интересный. Будет он продолжаться и в выходные дни. Поэтому вновь, да, призываю прийти сюда, в Ледовый дворец, в Тихимарене, и посмотреть очень хороший хоккей. Мальчишки взрослые, если кто думает, да, может быть, там 10-летние ребята играют. И не очень интересно смотреть. Во-первых, этих мальчишек тоже интересно смотреть. Но когда ребята постарше, да, 16-17 лет, показывают классный хоккей. Поэтому есть возможность абсолютно бесплатно прийти, понаблюдать, поболеть, покричать. В общем, всех ждем здесь, под сводами нефтехимарены. Турнир Юрия Немова в Нижнекамске продолжается. Александр Халин, специально для НТР.